С наступлением тепла активизируются клещи, комары и грызуны. Они переносят заболевания, опасные для человека и животных. Могут передавать до 10 инфекций, в том числе клещевой энцефалит. Чтобы самарцы могли отдыхать на набережной, в городских скверах и парках, без опасности для здоровья территории обрабатывают. Специальным составом опрыскивают не только траву, но и тротуарную плитку, кустарники, деревья. Наиболее тщательной обработке подлежат парки, в которых расположены водоемы, поскольку грызуны обычно селятся именно в таких местах. Профилактика проходит два раза в год – весной и осенью. Препараты действуют и на комаров. Теплый апрель в этом году, поэтому они активизировались достаточно рано. И мы уже начали обработку именно сейчас, в конце апреля. И вторая обработка по опыту Коши годов, когда у нас был достаточно теплый сентябрь и была вторая волна активизации клещей. Поэтому у нас будет планировано еще и повторная обработка в сентябре. Препараты безвредны для людей, за домашних питомцев переживать тоже не стоит. Необходимо лишь соблюдать меры предосторожности. Тщательно мыть руки, не допускать контакта с химическим средством, после прогулки с питомцем вымыть ему лапы. Перед тем, как приступить к обработке, с территории убрали прошлогоднюю листву, высохшие ветки и мусор. Такая подстилка – место зимовки клещей. Также оценили, много ли на каждом участке паукообразных. Для этого белым куском ткани проводят по траве и смотрят, остались ли на нем клещи. Даже если клещей не обнаруживают, выполняют профилактическую обработку территории. Чтобы не мешать жителям города и снизить риски, работы проводят в ночное время, иногда поздним вечером или ранним утром. После распыления химикат выветривается уже через час. Клещ, когда проползает по обработанной поверхности, то есть в данном случае это растительный покров, это трава, то у него происходит паралич и он практически сразу умирает. Однако после обработки где-то от трех до пяти дней должна пройти экспозиция. То есть вот обработали, нельзя сказать, что через пять минут уже там не будет клещей и все будет хорошо. То есть должно пройти от трех до пяти дней, должна произвестись очередная проверка данной территории. Очень даже замечательно, сколько особенно детей пострадало. По прогнозам синоптиков, скоро придет небольшое похолодание и активность клещей временно спадет. Основной пик активности ожидается с середины до конца мая. Общая площадь обработанных территорий в Самаре составит 290 лектаров. Безопасно уже стало на набережной и в большинстве парков. Параллельно, по аналогичному алгоритму, под контролем специалистов происходит диротизация. Для грызунов подготавливают приманки с добавлением специальных препаратов. В начале лета места отдыха населения охватят и обработкой, помогающей избавиться от кровососущих насекомых, чтобы избежать угрозы возникновения и распространения малярии лихорадки западного Нила. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События.